Я очень рада перед вами вывступить, и сегодня я благодарю Ассоциацию Друзей и Уманитет в Баксвее за то, что они пригласили меня здесь и я благодарю тоже факультета политологии МГУ в первый раз, когда я приезжал в Россию, 13 лет назад, это было здесь в МГУ, ну, 13 лет спустя я вернусь, и вот. Я хотел бы говорить несколько слов, поскольку цикл круглых столов носит название, что такое фашизм. Я хотел бы поговорить об роли понятия «нация» для фашистов. И далее я поговорю о том, возможно ли другие понимания этого термина, например, «гражданский поход», базированный на наследия французской революции, которая носила другие походы этого понятия «нация». Ну вот и так, термина «нация» в понимании фашистов. Ну, фашистское государство – это, конечно, особая форма государства. И одна из характерных черт – это эксплуатация нерегламентированных национальных вопросов, нерешительных национальных вопросов. Например, в Германии, так и в Италии в 20-30-х годах, национальное единство еще не вполне установлено. Также острое существовало разочарование и национальное унижение после Первой мировой войны. Ну, развитие фашизма нельзя читать только немецким ответом на версальский мир, например. Или в Италии, он появился не только как реакция на неудачи в деле объединения всех этнических итальянцев. Все, на мой взгляд, все наимного сложнее. Можно говорить о том, что фашизм как бы завершает процесс национального объединения с опорой на массы и постоянную народную мобилизацию. На вопрос «что делать?» дается ответ «переделиваем общество на этнической основе». Поэтому фашизм – это не продолжение милитаризма и не самая острая жесткая форма капитализма. Это не просто военная диктатура, хотя, конечно, в нем можно есть и от военной диктатуры. Фашизм, на мой взгляд, это конкретный проект общественного переустройства, который ведет государство с неограниченной властью. Например, немские насыщие используют термин «волкиш», описывающие все то, что является национальным значением этническим, историческим и лидвитическим. Например, Alfred Rosenberg, будущий хайс-министр восточных оккупированных территориях, написал книгу «Миф XX века». В этом книге он изложил нацистское видение истории и расового государства. По его мнению, государство является защитником расы. Я цитирую, он пишет, я цитирую, «Почувствовать, что такая идеальная жизнь можно лишь основав главный образ нашей истории, рождение расовой нордической души, признание ее высших ценностей, главным ориентиром всего нашего существования». Конец цитаты. В таком контексте нация – это органически сложившиеся сообщество в натуралистическом понимании этого процесса. Основа для этого есть территория и есть кровные родзва. Подо мной в логике мой поддерживал себя известный немецкий филозоф Карл Шмидт в его книгу «Теории Конституции», который был издан в 1928 году. Я цитирую. «В демократическом государстве только национально могут быть равными между собой, только те, кто подходит под это понятие, могут обладать политическими правами. Ведь демократия починается принципу принадлежности к конкретной нации, отвергая принцип всеобщего равенства людей. Даже если некоторые права есть и у национальных меньшинств, все равно у них нет тех же политических прав, что и у титульной нации. Поэтому ненациональное наследие не может участвовать в политической жизни. Более того, чтобы препятствовать возникновение гомогенового общества, демократическое государство, должно обязательно контролировать прибытие иностранных мигрантов и отказывать нежелательным иностранным элементам, оперуя понятием внутренний враг». Конец цитата. Ну, понимание нации, как «собшее зло, связанное друг с другом только родзвом, что связывает это понятие с наследием, идентичностью и религией». И сейчас в Европе отмечается возвращение к использованию права крови и возвращение этого похода понятия нации. Например, Виктор Орбан, премьер-министр Венгрии, произнес в Европарламенте речь 11 сентября этого года. В ней от отметил, что, я цитирую, «нация, которая в оттуда же 36 лет является частью христианских народов Европы, основанная на принципах и ценностях семи, сопротивляется сейчас тем, кто покушается на честь Венгрии и Венгарского народа». Тен самим Венгарский народ, в его понимании, остается неизмененным в оттуда же тысячу лет. Другий пример. Маттео Сальвини, министр иностранных дел Италии. Он выступил на праздник его партии, Лига, в 1 июля этого года. Он сказал, что, я цитирую, «обязанности с начала и потом права». И с начала в первую очередь есть народ, история, культура и традиции. И, наконец, возле премьер Франции, бывший национальный фронт партии Марина Ле Пен. Теперь он изменил его название. Он называется «Национальное объединение». И в целом программа этой партии подразумевает переструйку общества на этнической основе. В программе партии, опубликованном в феврале 2017 года, он высказывает за, я цитирую, «упразднение права земли, получение французского гражданства будет возможна только по родственным связям». И национальный фронт, национальное объединение сейчас, хочет установить понятие «национальный приоритет». Что такое? Это значит, что только есть преимущества в трудоустройстве только для французов. Это должен быть реализовано путем, я цитирую программу партии, «установки дополнительного налога на тех, кто нанимает иностранцев для обеспечения приоритета для французов при трудоустройстве». Конец цитаты. И это понятие, национальный приоритет, это старинная фашистская мера. В 1932 году нацистская партия в Германии выступила в брошюру с экономическими предложениями. Там было сказано, я цитирую, «Нужно помешать не немцам отбирать рабочее место у немецкого народа. Государство должно в первую очередь обеспечить работу своих собственных граждан. гражданин» — это чисто немец. Ну вот как я могу описывать поход понятия нации для ультраправлых. А есть другие понимания нации. Есть, я могу сказать, републиканский поход нации. Великая французская революция сыграла решающую роль в развитии идей гражданства и вытекающей отсюда идей нации. А есть две главные идеи. Первая идея — это нация как политический корпус. И вторая идея — это нация как основа народного суверенитета. Например, брошюра «Что такое Третье сословие», автор которого ABCS сыгравший важнейшую роль в событиях мая-юния 1788 года, когда депутаты от Третьего сословия созвали Национальную асамблею. ABCS определил нацию как сообщество равных людей без привилегий. То есть нация — это сообщество равных, которые сами определяют свою жизнь. Нация неделима и представит собой коллективную волю народа. В этой концепции нет идеи отделения одного народа от другого. Наоборот, присутствует идея объединения на основе общих интересов. И эта идея совмещает в себе нацию и гражданство, то есть принадлежность к нации и о существовании политических прав. Эрнест Ронан, который был профессором Сорбони в каньете 19-го века, Эрнест Ронан это очень известный профессор во Франции, он написал на премьер первую научную бурграфию Иисуса. И Эрнест Ронан написал также речь, вот он сказал речь, под названием «Что такое нация?» в 1882 году. И там он изложил основы принципов републиканского похода. Ну, несколько цитат. Я цитирую. «Во Франции нет и десятилетий сильней, которые смогли бы доказать свое франкское происхождение. Да, и такое доказательство не было бы возможным и за тысячи неизвестных переплетений в истории рода, спутывающих любые генеологические конструкции. И Ernest Trона читает, что раса не может создать нацию. Я цитирую. «Правда в том, что чистой раси не бывает. И строить политику на этнографических принципах означает отказать лицом к лицу с примерами». я продолжаю цитат. «Человеческая история не зоология. Природа не решающий фактор, как у гризонов или кошек. Невозможно ходить по миру, шупать у людей черепа и потом вратить их за горло со словами ты нашей крови ты нам принадлежаешь». То, что характерно для раси касается и религии. Для Ренан религия не являет решающим фактором в конструктировании нации. Ренан дает следующее определение нации. Я цитирую. «Нация это глубокая solidарность основанная на идее жертвенности в настоящем и будущем. У нее есть история настоящая, основанная на реальных факторах, на сотрудничестве и ясно выраженном желании жить вместе. Нация это ежедневный пребесид». Ну, вот это то, как Ренан определяет идею нацию. Это первая идея републиканского похода нация, это нация как политический корпус гражданин. Есть вторая идея в републиканском походе нации, это суверен народа или суверенитет народа. это означает, что народ решает свою судьбу. Например, и вернемся к французской революции. Например, Максимилия Робеспьер, речи перед Национальной Ацамбии в сентябре 1788 году определил это так. Я цитирую «Каждый человек по природе своей может распорядиться собой по своей воле». Люди, объединившиеся в политический корпус, то есть в нацию, имеют такое же право. Это способность выражать общий интерес, основанный на способности выразить частный интерес, имеет силу закона и являетия неотъебленным, сувереним и независимым во всем обществе. Ну вот, логична для революционеров французских, идея нации может полностью осуществить только в республике при свободе прав человека и гражданин. Декларация прав человека и гражданина от 1793 года гласит, я цитирую, социальная гарантия соблюдения прав это общий дело основанное на национальном суверенитет. Нужно правильно понимать термин национальный суверенитет, который превратил с некоторых пор в национальную независимость и активно использовался националистами. Настоящее его название суверенитет нации это суверенитет народа, это народный суверенитет. Ну вот, мы видим здесь, что это понятие народного суверенитета, связанное с понятием нации, является потенциально революционным. И так, нация определена как собственный людей, участвующая в политическом управлении и имеющая политическую суверенитет, это революционная концепция нации, которая вошла в Декларацию прав человека 1793 года, где даже отмечено право на восстание. Если народные правители представлены начнут действовать против народной воли, то народ может встать против них. Каждый гражданин одновременно представит себя и имит собственный представитель. Каждый гражданин является носителем своей части суверенитета. Поэтому такое понимание подразумевает единую и неделимую республику. Вед каждый граждан является частью политического собчезла именуемого республика. действительности таки республиканский проход у него была большая кризиса и критики. Есть два главных критика критика ультра-правия и критика либеральных капиталистов. Критика ультра-правия ультра-правия во Франции и в других страны думают что есть слишком много иностранцев страны. Это было уже факт во конце 19-го века. И ультра-правия партия Франции универ большая влияние во 20-30 годах. И их влияние можно видеть во некоторых законах которые были адаптированы парламентом. Например, в 1933 году вышел закон разрешающий практиковать профессию врача только французам. Другий пример. В 1938 году был принят закон уже стававший условия лишения гражданства. И тогда в политическом лекционе например появились термины нежелательные человеческие люди. Ну, то есть, в этой республиканская концепция нации находилась в кризисе в результате популярности утраправых. И режим высший развил эти тенденции, когда уже в юле 1940 года объявил о пересмотре всех случаев предоставления гражданства за последнее время. Ну, есть другая критика. Это критика со стороны liberания капиталистов. Олицет Воренье этого можно увидеть на премьер Emmanuel Макрон. Тел Макрона это привести Францию в соотведение с нормами либералного капитала или капитали чешской глобализации. И для реабилитации капитали чешской гегемонии в Европе он использует два направления. Во-первых, это разделение общества по коммуни таристическому принципу. На это его вдохновил премьер Барака Обами. В такой логике нет больше буржуазии проэтариат богатых гернир есть, например, только белые лица мужского поля. В мае этого года Макрон использовала именно такие выражения. И это губительный подход, особенно ввиду глубокого социального кризиса во всем мире. Второе направление это нарушение принципа равензва на некоторых территориях. Например, во Франции есть проект конституционной реформы, который сейчас находится на обсуждении в парламенте, предусматривает, что большие города, так называемые метрополии, могут или смогут издавать новые законы, новые меры. И это приведет к тому, что территория республики будет состоять из своего рода мелких граф неравного статуса друг с другом. И для меня это подрывает принцип неделимомости республики. Мы видим, что републиканская концепция гражданства ставится тут под сомнение не потому, что у нас много иностранцев, как говорит Утро Провер, а в результате проводимой правительством liberальной политики и ее последствия. А последствия следуют очень быстро три главные последствия. Первый из них это разобщение общества с усиливающейся деиндустриализацией Франции неравномерной развитии территории. Сегодня у нас во Франции 10% богатых людей контролируют более чем четверть всех доходов страны. Рост доходов населения также проходит неравномерно. Например, за последние 10 лет число людей, находящихся за чертой бедности, увеличилось на миллион. Второй пункт. Социальный кризис и экономический кризис провоцируют рассуждения об идентичности. это вычет за собой рост популярности ультаправьих, вызывающих риторику и панику среди людей. В частности, это раздувание идет о напряжении грантов. В прошлом году, в 2017 году в Европу прибыло 170 тысяч мигрантов. И такое количество человек сложно назвать наплевом. Третий пункт это глубокий демократический кризис. во втором туре законодательных выборов во Франции в прошлом году наблюдалось больший процент неявки, 58 процентов неявки. Это было рекордное число с момента видения общества голосования в 1848 году. Ну вот, в чем кроются угрозы для републиканского понимания нации сейчас во Франции? Ну, есть надежда. Есть надежда, потому что есть, это будет мое заключение. Есть надежда, потому что есть во Франции стреление к юстиции, стреление к справедливости социальной справедливости, справедливости для налогов и стреление к демократии. И для меня это то, что значит движение желтих жилетов, потому что это движение показывает, что есть такие стреления в французском народе. Мы не знаем, как будет будущее этого движения. Это сложное движение с очень разными стрелениями внутри движения, но есть такое. И для меня это как источник надежды. Спасибо большое. !